Значит, у нас на сегодня вроде бы было сколько там, три? Казанкова, Иванова и Европейская. Макеева нет? Который заявлял лазерный термоедик на сельскохе. Да, сейчас. Так, лазерных нет? Есть мы. Вы кто? Казанков Макеев. А, вот замечательно. Кто из вас защитил? Ну, вы кем разъявлялись? Здравствуйте. Значит, я на всякий случай пока немножко сделаю левическое отступление. Значит, у нас сегодня в виде микроконференции проходит придем зачета на межпредитный семинар как спецкурс. Значит, соответственно, микроконференция будет состоять из микродокладов. Первый из этих микродокладов, вот, Денис Михайлович Кузнецов из 754 группы, расскажет нам про эффект нормы. Регламент такой, каждый доклад 10 минут, 5 минут абсортики. Ну, поскольку у нас полтора часа докладчиков только трое, то мы можем этот регламент не очень жестко соблюдать. Значит, вот вам, как я понимаю, только доставить. Да, я доставлю на парус. Так, что тут еще надо сказать? Значит, в следующий раз, 12 мая, у нас будет продолжение. Может быть, помимо микродокладов будет еще большой доклад, как сказать, приглашен, но это пока не ясно. Когда станет ясно, я в рассылке это сообщу. Так, ну, давайте, 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 то есть, давайте, опять-таки, каждый начинает с того, что представляется. Значит, фамилия, имя, отчество, группа, название заклада. Объясните в нескольких словах, почему вы именно про это хотите рассказать, потому что, например, это связано с вашей базовой категории, с вашими личными интересами. Ну, не торопясь, не теряя времени, расскажите. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Савтинский Михайлович, я из 756-м группы. Собственно, расскажу про эффекты ароматного бомба. Данный эффект, в принципе, меня записал в прошлом году, потому что в случае общей физики, ну, коррекция, он был, в принципе, довольно слабо. Но эффект весьма интересный. По нему я сейчас вам расскажу. Точнее с того, что эффект ароматного бомба заключается в бессловом воздействии магнитного поля на частиц. Он был открыт в ЯААРОНУ и ДЭБОМУ в 59-м году. Он подчеркивает нелокальность присущего кулантному объекту, так как магнитное поле, которое полностью сосредотачивается в области, недоступной для частицы, то есть частица не может там находиться и не может там двигаться. И оно все равно воздействует на эту частицу. Значит, сначала везем обычное магнитное поле. Рисуем соленоид. Магнитное поле. Верховное поле выражается через верховую методенциалку. Брагом по ротору. А на рисунке, собственно, соленоид изображен. Все поле завитоточено внутри соленоидов. Представим, что он бесконечно длинный. Верховное поле циркулирует вокруг соленоидов. Значит, циркуляция вектора А может по замкнутому степле вокруг соленоидов может быть выражена через поверхностный интеграл. Мы восходимся в теореме Стокса, известность курса математического анализа. Я думаю, что для студентов второго и третьего курса это будет понятно. Для студентов первого курса придется понять это наверх. Мы видим, что интеграл, полученный мной справа, это поток математического поля через петлю, образованную векторами сенциалки. Стоит заметить, что в классике, в классической физике нам в основном интересны энергия и импульс частиц. В классической физике нам больше интересует волновая функция и ее изменения. Поэтому мы будем рассматривать амблитуду вероятности волновой функции и ее фазу. Рассмотрим вопрос, как влияет магнитное поле на фазу волновой частицы. Возьмем некую частицу, обладающую некой массой зарядной, массой m, зарядной q. Известно, что импульс будет записываться так. Это обобщенный импульс, благодаря обычному импульсу, минус C. Где P, это у нас обычный импульс m на v. Отсюда мы можем получить выражение для фазы волны Гброли. Оно получается таким. Куда мы подставим выражение для обобщенного импульса. Собственно, вот получаем конечную формулу для фазы. Таким образом мы получаем, что амблитуда перехода частицы по некоторым траекториям из точки а в б, она будет пропорциональна экспоненте. Это означает, что магнитное поле дает сдвиг по фазе для частицы, и определяется он интегралом от векторного потенциала, которые не входят в магнитное поле. При этом, заметьте, что реакторный потенциал тоже на другого траекторного нуля. Все это отлично. Такой же, в принципе, сдвиг по фазе можно наблюдать и в статическом поле, просто DT до места, а DL здесь будет FIP-ADT. То есть это скалярный потенциал на время. Но мы будем обсуждать в данном случае только статическое поле его влияния. Теперь рассмотрим. А, теперь по равному. Для этого возьмем источник тока. Возьмем два электрона. По первому, по второму. А одни и те же электроны сразу же по повыкнуть. Ну да, одновременно. То есть нельзя сказать, что один электрон по повыкнуть или по другому. Они все идут так, что мы не можем определить, по какому из пути они прошли. Это условие того, чтобы видать. Да, у нас же это гонка будет. Мы не можем определить, если нахожусь в тот или иной время. Поэтому... Так, здесь за перегородку помещаем сельной. Поле мы направлены в доску. Ой, на нас. На нас. И векторный потенциал. Где-то здесь хорошее. Вот. Тогда получаем. Вот. Так. Мы видим, что происходит некоторое смещение. и, собственно, получим смещение математическое. Предположим, что при отсутствии магического магнитного поля у нас фаза 1 равна 3.2 фаза 2 будет равна 1.0 2.3.2 Тогда при включении магнитного поля у нас 5.1 от магнитного поля будет равна 5.1.0 минус E 6 А по 3 интеграл абсолютно такое же выражение будет и E для фаза 2 вот поэтому мы возьмем еще такую вещь, как разность в паз некую дельту которая будет просто дельта правда дельта 0 и равна F2 и 1 2 тогда мы возьмем это выражение для первого и второго интеграла и вычитываем одно из другого получим выражение для дельты B равна дельта 0 минус E на H C интеграл 1 А L плюс E на H 1 если мы изменим направление любую наверное первую здесь же будет первую мы изменим направление если мы изменим направление первой траектории то мы имеем право объединить два интеграла в интеграла по замкнутому контуру и получаем выражение получается такое смещение градусов класс за счет векторных исключительных но как мы видим величина магнитного поля здесь не входит выражение и не влияет вот этот эффект он был подтвержден наиболее точно на более точном опыте опыте в 1986 году ученым физиком Эн Осакаби к сожалению именно нашел в этих опытах в графической технике было изменено относительно смещения фазы между двумя электронными полами проходящими через тороидальный магнит покрытый слоем сверху проводника получаем интерферограмму дикую интерферограмму профессор ст внутри внутри вы нарисовали как будто нет В этом опыте было подтверждено, что сверхпроводящему состоянию поток оказывается, во-первых, в квантовом единицах hc на 2e. И во-вторых, измеренная разность фасок дала такое выражение, которое полностью согласуется с выражением повышенной сномеральной. И было подтверждено, что в магнитном поле было создано движение в Куперске по зарядам 2e. Ну и выражение. Это можно несколько переписать. Где f0 это у нас квант магнитного потока, он равен. Таким образом, двиг фас является периодической функцией магнитного поля. То есть, когда магнитный поток красен, квант магнитного потока у нас отсутствует смещение фас. Когда не красен, тогда мы не другим смещение. Собственно, на этом этот процесс закончен. Хорошо, спасибо, что давайте поддержим. Я немножко прокомментирую с двух точек зрения. С точки зрения методической и с точки зрения содержания. Есть такая общая ошибка при докладе студентов и аспирантов, которые почти все совершают, которые состоят в том, что докладчик увлекается техническими деталями. То есть, начинает писать формулы, начинает объяснять, как этот результат получается. Это все вообще-то правильно и верно, но, во-первых, один и тот же результат можно получить по-разному. Данный конкретный способ обычно представляет меньше интереса, чем вывод. Но, кроме того, такой ориентированный на способ получения результата доклад, он понятен на человеку, который в теме. А человеку, который не в теме, ну, вот если он в самом начале потерял эти задачи, ну, так можно сказать, то он ее потом и не найдет. Значит, ну, это надо учиться. Это, в общем, общая ошибка, которую все выпускают. Я ее допускал, и, наверное, практически любые допускают, потому что человек ознакомился вот с новой для себя тематикой, и он эту тематику увлечен, и он хочет с ней поделиться, ей поделиться с товарищем. А уж особенно, если человек сам получил какой-то результат, то тем более хочется получить там, рассказать в деталях, как именно он получил. Как вы знаете, значение волновой функции, это амплитуда вероятности. То есть, вот берем значение волновой функции в какой-то точке, возводим это значение вот, все от х, это комплексное число по мотру в квадрате, и получаем плотность вероятности обнаружить частицу около точки х. При этом волновая функция, она определена с точностью для фазового мышления. То есть, понятно, что если мы здесь умножим, то есть это не амплит, а квадратный, а поскольку уравнение Шеттельера, оно линейно одноводное, то есть вот эта арка не зависит от кардина, мы всю волновую функцию на такую множество умножили, и разницы никто не заметил. Это физически невозличимое, как получится, состояние. То существовало одно и то же самое. Однако, при описании, ну скажем, заряженных частиц, можно ставить вопрос, а нельзя нам сделать зарящее от X? От чего? От X-а. На самом деле можно. Можно в том случае, если мы к производной добавим еще некую добавку, которая будет компенсировать, дифференцировать, вот это. Ну, сейчас я в этой подробности вдаваться не буду. Если вы эти подробности сюда, то можно изложить квантовую, возможно, можно изложить электродинамику, как или прочую тему. А важно, что есть у нас наш солидной основной, снаружи магнитного поле, а векторный потенциал есть и векторный потенциал это направление от зарядных частиц они с ним взаимодействуют но векторный потенциал нужен он определён неоднозначный если векторный потенциал представляется к нему всегда можно добавить значит снаружи солидоида магнитного полиметра ротор этого векторного потенциала если бы ротор в области без дырки то это бы означало что можно всюду это поле обнулить его можно и вычти из него какое-то время у нас обладает если мы его охватили то этот контур нельзя стянуть не вынеся его внутрь силами а внутри силами дыра тоже не будет но тем не менее мы можем истребить векторный потенциал если мы сделаем разрез разрежем с помощью полуплоскости от соленоида до бесконечности когда такое пространство смыть его под соленои и смыть его под полуплоскость оно уже дырок не содержит оно уже не содержит контуров которые нельзя стянуть и на таком пространстве мы можем не видеть векторный потенциал но что-то за счет этого мы получим на этой поверхности некие неприятные условия шифки условия шифки которые мы получим на этой поверхности будут состоять в том что что предел с одной стороны все один они равны друг другу с точностью до фазовых и вот этот фазовый гонок он оказывается пропорциональным потоку магнитому через значение какие такие условия шифки они являются хорошими в силу кто если не пью что мы можем нажать в голову на фазовый гонок и на самом деле тут не важно какую-то полуплоскость мы могли провести так могли провести так могли каким-то изогнутым образом ее провести но все равно скачок фаза будет один на самом деле скачок фазы и он как бы вындексовали здесь и здесь он совершенно не он важен тогда когда частицы снова встретились когда вот траектории по которым она могла идти снова встретились в точке когда можно попасть в одной стороны и в одной стороны тогда важна разность и вот этой разностью фаз пропустит нервы вот этими двумя лучами по которым могла эти частицы мы можем умножить фазу одного умножить на произвольную фазу и например если мы умножили один на минус единицу один то это означает что то что было в фазе стало в противопе и наоборот и соответственно минимумы и максимумы поменялись то есть то есть есть у нас подкручиваем одну и она плывет вот и подкрутили на пол периода поменялись максимумы подкрутили на целый период они использовали место в общем-то это в некотором смысле это логический эффект потому что он проявляется только тогда когда у нас возникли контуры которые охватывают магнитный поток и которые могут застегнуть точку то есть снаружи у нас но поскольку это область вот этот контур ну тут такой эффект проявляется то есть в принципе тут можно некую аналогию провести с тем как мы клеим из ленточки лесной мы вот ленточку можем заклеить на цилиндр а можем ленточку заклеить перекрутками а представьте себе что мы на этой ленточке рисуем какую-то синусуру и хотим эту ленточку заклеить так чтобы если мы заклеиваем цилиндр то надо чтобы положилось целое число а если мы заклеиваем лист вернется надо чтобы положилось полное целое число в принципе это вот некая аналогия с эффектом цилиндра тоже за счет того что мы по разному заклеиваем мы зарабатываем нечем если мы хотим эту аналогию провести еще лучше и тогда если мы взяли цилиндр вот здесь мы откладываем комплексные числа относительно сей цилиндр а потом мы цилиндр заклеиваем на публику можем заклеить просто изогнут а можем прежде чем склеить то один конец спасительного другого повернуть тогда аналогия с эффектом ровного дома будет еще более толще вот клеем наше цилиндр и ротик наверное не буду употреблять себя наше время потому что эту цель может посвятить отделе семья поэтому если нет вопросов ко мне или есть вопросы просить или не спасибо если поставить за не 1 за 2 как вы поставите его в за правиль за 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 еще то что за 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 Потом добавили еще один сыновой, второй, третий, получили еще три шутка, на который происходит деталь. Продолжение следует... 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 Ну и я добавлю некоторое такое замечание, что вот существуют тексты, которые нельзя читать, существуют картинки, на которых ничего не видно, и существует речь, о которых не слышно. Поэтому студентам я рекомендую всем практически, это массовый недостаток, всем тренировать свою дикцию. Добиваться, по крайней мере, чтобы вас было слышно, громкость это одно, дикция это другое, и потом звуковые волны должны иметь какой-то выход, достаточно большого размера наружу. То есть вот рекомендую студентам-физикам это дело тренировать, потому что умные мысли, которых никто не услышит, значит они теряют свою ценность по причине недоступности для слушателей. Ну вот такой вот рекомендую. Это просто, говорите скороговорки, читайте вслух стихи, произносите обвинительные речи, потому что многие студенты очень неслышно и непонятно говорят. Я никого лично не переведу, но вот это достаточно массовый недостаток. Хорошо, тогда, наверное, на сегодняшнее заседание нашей микро-проференцией на этом можно закончить. Значит, в следующий раз через неделю продолжим, если еще появится новый микродоклад. Значит, сейчас те, кто принес отрывные, можно еще проставить зачет. Ну, кто не принес, там еще сегодня не последний. Ну, давайте.